Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Я продолжаю рассказывать об очень интересном событии, которое проходит в эти дни в Астане, а именно о матче за высший шахматный титул, за звание чемпиона мира. Сегодня в Астане игралась девятая партия, и начиналась она при счете 4,5 на 3,5 в пользу Яна Непомнящего. И, кроме того, поскольку накануне Ян выдержал тяжелейшую защиту и спас местами безнадежно стоявшую партию, собственно, об этом я скажу несколько слов в дальнейшем, так вот, в связи с этим казалось, что его перспективы, тем более, что Ян выходил на белый цвет, очень-очень неплохи. Что касается Дина Лежения, то он, скорее всего, такое было ощущение, должен был хотя бы чуть-чуть подкорректировать свой дебютный репертуар, поскольку то, что происходит в испанской партии, по вариантах, пусть и не совсем классических, но все-таки тех вариантах, которых до этого Дина Лежения добивался очень хороших результатов, он в этом матче, я имею в виду Дина Лежения, ничего хорошего не имел. И вот, кстати, после вчерашней партии появились сообщения, и первым наше внимание обратил на них наш постоянный зритель Роман Наумов, что произошла утечка. Утечка, как сказано было, вот, кстати, в неких неофициальных данных, или в неофициальных сообщениях, утечка базы данных подготовки Дина Лежения. Ну, конечно же, было интересно понять, что же это такое, ну и тот же Роман Наумов даже дал ссылку на тот материал, ту публикацию, которая, в общем, хотя бы отчасти, на самом деле, мне кажется, практически полностью раскрывает, что же произошло. Так вот, оказалось, что Дина Лежения в ходе подготовки к матчу сыграл много тренировочных партий с одним из своих тренеров, секундантов, спарринг-партнеров, но именно недавним, точнее сказать, участником недавнего турнира претендентов, в котором сам Дина Лежения занял второе место, а я на помощи первое, а именно с Рихардом Рапотом, бывшим венгерским, но не румынским шахматистом. Ну, а поскольку они жили в разных концах мира, то они решили воспользоваться стандартным, в общем-то, достаточно общепринятым методом коммуникации, то есть играли эти партии, используя игровую платформу ЛИЧЕС. При этом, разумеется, они выступали не под своими именами, а взяли какие-то новые для себя совершенно удивительные ники, я не буду пытаться их воспроизводить, и вот сыграли какое-то количество партий. Но то, что какие-то люди играют между собой в партии, собственно, никого, конечно, в мире привлечь не может, и, в общем-то, эти сообщения тонут в общей массе огромного числа сыгранных партий. Но! Но когда шахматисты начинают, а именно Дина Лежения, начинают применять редкие продолжения, какие-то идут на редкие варианты, а именно, ну, вы знаете, что в каждой, и в четвертой партии, и в второй партии, после которой Дина Лежения был подвергнутся очень такой ожесточенной, я бы сказал, критике за его четвертый ход, H2, H3, после которого Ян задумался, не стал играть в C5, а взял на C4. Я думаю, что если бы он сыграл в C5, тогда бы и характер борьбы в партии был бы другой, и результат ее, наверное, тоже. Ну, короче говоря, вот как так можно играть в шахматы, типа H2, H3? Но Дина Лежения же сделал еще несколько удивительных ходов белыми, неожиданных, такие свежие трактовки, и хотя бы отчасти они ставили в тупик Яна, не помню еще. Во всяком случае, Дину Лежению удавалось в последующих партиях, где он играл белыми Дина Лежения, а черными Ян Непомнящий, так вот Дину Лежению удавалось получать свои позиции, более того, выигрывать у Яна Непомнящего. Иными словами, такой подход имеет право на существование, и он может быть достаточно эффективен. И вот когда был сделан ход Ладья А2 в защите Немцовича в предыдущем поединке, белыми так сыграл Дина Лежения, то не только Ян Непомнящий и его помощники, я уж не знаю, видели ли они это, обратили ли они внимание на это обстоятельство, но они зашли в базу данных ЛИЧЕС, где все партии есть, и увидели, что вот, оказывается, у этой партии есть предшественники, где уже так игралось. Потом они посмотрели, а какие же шахматисты под какими никами играли, сопоставили и выяснили, что и другие удивительные такие решения, необычные со стороны белых, которые принимал Дин Лежень, они также в этом матче проверялись, в этом матче, поскольку много партий между собой сыграли два шахматиста под непонятными никами, иными словами, это было трудно интерпретировать иначе, нежели как вот действительно тренировочные партии, тренировочный матч между Дином Лежением и Рихардом Рапотом. Ну, опять же, так сказать, за что купил, за то, что продал, но эта версия выглядит очень правдоподобной, и, конечно, пошли уже новые такие соображения, а как же так люди такую беспечность проявили, что они вот играли под непонятными выпускниками, но на общедоступной игровой площадке. Ну, вот так. Конечно, если вы готовите экзотические начала, то понятно, что это очень плохой метод маскировки, поскольку скоро хотя бы два совпадения происходят, применение редких ходов, редких дебютов и так далее, и, разумеется, сразу же все обращают внимание на эту базу, на этот матч, что же там было, и, иными словами, уже какие-то дополнительные новые идеи, которые опробовали с этом матче, применять трудно. Ну, и целый ряд наших зрителей еще... Кстати, вот Марида провела опрос перед началом предыдущей партии, как она закончится. Почти поровну разложились голоса. Марида, у какой там результат? 26-25? 23-24. Вот почему-то, ну, некоторые предпочтения наши зрители отдали Яну Непомничеву, несмотря на черный цвет фигур, перед началом предыдущей партии, что 24% высказались за победу Яны Непомничева, 23% за то, что победит Деннежин, остальные за ничью, то есть больше половины чуточку высказались за ничью. Но это так, к слову, просто это дает некоторое представление о структуре, скажем так, баллической или баллических предпочтениях нашей аудитории. И вот очередная партия. Белые фигуры принадлежат Яну Непомничему, и вроде бы в этом матче белый цвет дает очень серьезные основания для того, чтобы рассчитывать на захват инициатива, пусть не сразу, а постепенно. Ведь поначалу ни в одной из выигранных, вот большой серии выигранных белыми партий, обладателей белых фигур не добивались преимущества, во всяком случае ничего такого значимого, но получали характер борьбы, позиции, которые очень соответствуют их, так сказать, творческому кредо. И вот я уже говорил в начале нашего сегодняшнего выпуска, что Дин Лежень, ну, должен был по идее как-то чуть-чуть подкорректировать свои дебютные предпочтения. Ну, а Ян, наоборот, продолжал дуть в ту же дуду, он сделал ход с Е2 на Е4, соперник ответил Е7, Е5, вроде бы испанская партия, скорее всего, конь Ф3, действительно испанская партия, слон Б5, и здесь Дин Лежень не играет А6, а продолжает конь Ф6. То есть в репертуаре Дин Лежень это, ну, не то чтобы ход не встречавшийся никогда, но это редкий ход, это не основное вооружие, но коль скоро нужно пытаться и сменить пластинку, сменить характер борьбы в дебюте, и просто уже, так сказать, виден свет в конце контенеля, это, так сказать, финишная ленточка где-то там маячит, недалеко, уже не за горизонтом, а где-то вблизи относительно, и пусть не 12 партий играется А14, но в очко одно проигрывает Дин Лежень, поэтому, по идее, надо бы и поменять характер борьбы черными фигурами, а кроме того, попытаться завязать борьбу по возможности, во всяком случае, спровоцировать соперника на что-то. И вот мне кажется, сыграв конь Ф6, Дин Лежень хотя бы отчасти этого добился. Но Ян Непомничий быстро отреагировал, он не стал играть 0-0, пускаться в основные разветвления Берлина, или там играть в ладья Е1, отказываясь от серьезных претензий, но некоторые умельцы, в том числе Ян Непомничий, я помню, как Ян Непомничий обыграл Владимира Крамника самому однажды, но это давно было достаточно, уже сколько там, лет 5-6, может быть, даже 10 не прошло лет, но тем не менее, произвело впечатление это тем, что действительно можно самого Владимира Крамника вот так вот на ровном месте, вроде бы какими-то чисто... Как это называется-то? Ну, в общем... Не ставя серьезных проблем в дебюте, постепенно перекатать. Ну, в данном случае, Д2-Д3 играет Ян Непомничий, делает самый популярный в последние годы ход, следует в ответ к срону С5, С2-С3, рокировка, и рокировка белых. Кстати, вот здесь, вот, с легкой руки Ливона Ароняна вошел в моду немедленный ход Д7-Д5, внешне рискованный, на коне Е5 рокировка и бить на С6 дважды белым опасно, но Дин Лежен реализует ту же идею или пытается реализовать немножко в другой редакции, и вот здесь он после двух рокировок играет Д7-Д5. Ну, у белых выбор, конечно, есть. Ну, во-первых, начну с того, что взять на С6, а так, разумеется, Ян Непомничий не сыграл, это совсем не то, потому что взять на С6, конь бьет Е5, взять на Е4, то, что лежит на поверхности, я уж не знаю, можно ли там жертвовать еще пешку и как-то играть не ДЕ, может быть и можно, но я не буду делать этот ход, самое естественное ДЕ, ну и после взятия у черных могут и ферзь Д5 сыграть, и сыграть слон Д6, отдавая пешку на С6 с очень мощной контр-игрой после ферзь Е8, давайте сделаю еще несколько ходов, конь висит, у белых сейчас на доске лишняя пешка, у черных два слона, активные фигуры, белые могут пытаться вернуть эту самую пешку, но в этом случае после слона А6, ладья Е1, взятие на Е5 и промежуточному ходу ладья Д8, просто лучшего черного, просто откровенно лучшего черного, нужно играть скорее всего конь БД2, потому что, что важно, ферзь не взял на Е5 и не ушел, не снял контроль с поля А4, не пускает белого ферзя на А4, а слон контролирует поле Е2, ну и после, например, конь Д2 и ферзь Е5, у черных просто лучше, сказать, что уж совсем здорово нельзя, но черных лучше, белые сюда не должны идти, белые могли здесь, в принципе, сыграть ЕД, и я не исключаю того, что вот как раз на направлении ЕД у одинолежения большие какие-то были соображения, наработки и так далее, в чем хитрость? Ну, если конь бьет Д5, тогда ладья Е1, скорее всего, поскольку взятие на С6 тоже ослуживающего внимания приводит к не совсем понятным позициям вот такого рода, опять же, вроде бы полной компенсации у черных нет, у белых лишняя пешка, а если ладья Е1, тогда также у белых получше, ну там конь БД2, начинается маневрирование вокруг этих самых ослабленных пешек черных в центре, сложная игра, то есть вроде сюда вот можно пытаться пойти, это по поводу хода конь Д5, скорее всего черным нужно брать ферзьем на Д5, и тогда белые должны, судя по всему, отступать назад, потому что взять НС6 бессмысленно даже пешку, мы не сберем на Е5, отбрасываем ферзя, затем играем Б4, затем играем слон А3, вот такая игра, можно ли играть А4, особого смысла нет, поскольку ход слон С5 у черных все равно, после того, как будет сыграно А4, там что-то такое, ну давайте А4 я сыграю, то есть А5 или А6 у черных выбор, как играть, у черных есть, кроме входов А5 и А6, ход Е4, вот такой вот, и на взятие, в случае взятия, размен на Д1, размен, размен, удар на Е4, и у черных хорошо, ну не совсем здорово, то есть преимущества у черных нет, но не хуже они стоят точно, вот, на Ф2 все-таки висит, а можно сыграть здесь слон А3 с идеей Б4, Б5, конь подвисает после этого, если белые сыграли Б5, то они не только атаковали бы ферзя, но и коня, поэтому конь должен заранее уйти, преддверить ли, изготавливаясь к возможности, или противодействуя возможности Б4, Б5, Б5, скажем, все равно, слон С5, размен, размен, ферзь Е2, атакованный пешка, ладья Е8, А4, у белых чуточку получше, но ничего особенного, скорее всего, после Е4 у черных хорошая контр-игра, вот, Е4, вот, не факт, что это единственный ход, там белые играют Д4, и начинается тоже завязка некая интересная, но, это тема для отдельного разговора, я же хочу сказать, что, что вот, играя таким образом, конечно, Дин Лежень на что-то провоцировал соперника, и, конечно же, он был прекрасно, великолепно готов к тому, что этот соперник возьмет на Д5, то есть, это самое максималистское, на мой взгляд, продолжение со стороны белых, потому что то, что сделал Ян Непомнящий, причем он не думал особенно, он сделал этот ход очень быстро, он отверг взятие на Д5, он сыграл конь БД2, этот ход, в общем, приводит к позиции, ну, спокойной, близкой к равенству, может быть, чуточку лучше для белых, но не более того, но, тип позиции, характер позиции, все-таки, на мой взгляд, в гораздо больше, или в существенно большей степени, соответствует как раз, ну, характеру, или стилю Яна Непомнящего, его приоритетам, предпочтениям и так далее, ну, А7, опять играют черный, чтобы не было, Б2, Б4, заодно открывают дорогу слону, при необходимости, на А7, А2, А4 отвечают белые симметрично, Ферзь Е7, Ферзь С2, и вот здесь вот, впервые в этой партии, до сих пор соперники играли очень быстро, Дин Лежень задумался, ну, ясно, что надо делать что-то с этим конем на С6, который стоит как-то дискомфортно, белые пока вроде бы не берут его, поскольку я там ничего особенного не давала, но хочется проводить какой-то план, и возможность потенциальная в любой момент ударить на С6, это плюс, в общем-то, в позиции белых, и минус в позиции черных, и вот Дин Лежень, судя по всему, гадал, куда же повести этого коня, он мог сыграть конь Д8, и так не поступил, скажем, слон Д3, ну, потому что уже слон свое дело сделал, на Б5 он стоит, никому не мешает, вот, слон Д3, черные могут сыграть конь Е6, оставляя пешку Е5 без защиты, ну, и можно сыграть конь С4, тогда слон Д6, а если взять сюда, ну, если взять сюда, тогда конь Ф4, и вроде бы у черных тоже контр-игра, контр-игра неплохая, но вопрос о том, что это такое, остается открытым, скажем, конь Е3, конь бьет Д3, взятие, взятие, теперь не очень выгодно брать ферзем, если взять конем, тогда висит на Е4, и черные уравнивают игру, а если взять ферзем, то черные играют ладья А6, и получают очень хорошую контр-игру, то есть переводят ладью через поле Е6, атакуют пешку Е4, и пешка Е4 неожиданно оказывается слабостью в игре белых, а в черных хорошие контр-игра, за счет того, что проблему развития ладьи они решили, слон С8, кстати, стоит вполне нормально, коль скоро он не перегораживает дорогу ладья А8 в центр, то есть вот такая вот идея была, я уж не знаю, сколь серьезно анализировал, исследовал ход конь Д8 Дин Лежень, поскольку, ну, то, что лежит на моверности, отвели слона, атаковали пешку Е5, угрожает конь С4, а иначе висит пешка, ну, конь Ф4 здесь вот, идея, конечно, хорошая, но играем конь Ф3, вроде у белых лишняя пешка, то есть надо углубиться дальше, было бы, и судя по всему, это ход заслужило внимания, один Лежень отвел коня на поле Б8, то есть стандартный такой перевод, ну, через Д7 хочет конь выйти в люди, он уходит из-под удара, но после этого белых, это чуток получше, ладья Е1, ладья Д8, H2, H3, чтобы никто не прыгал на Ж4, конь Ж4, все-таки это идея была, ну, здесь можно ли, например, вместо кода ладья Д8, было сыграть конь Ж4, имело ли это какой-то смысл, но белые, судя по всему, сыграли бы ладья Е2, то есть перевели бы ладью на Е2, они, белые, не опасаются сразу какой-то идеи, каких-то идей, связанных с Ф7, Ф5, это чересчур, черная к этому не готова, но иначе турнем коня, перегруппируемся как надо, переведем коня через поле Ф1, ну, слона отведем при необходимости с поля ЦСБ5, то есть ладья на Е2 стоит получше, чем на Ф1, на линии, во-первых, она, что важно, стоит и пересекает возможности черных какую-то затеять активную игру в центре, типа Ф7, Ф5. Видимо, конь Ж4 сразу было неактуально, а после ладья Д8 и H3 получается вот такая позиция, уже конь Ж4 рассматривать, в принципе, неуместно, черные играют симметрично, Х7, Х6, конь Ф1, белые проводят стандартный план, отходят слона на хорошую поля Ц4, и черные отвечают конь А6. Вот этот ход заслуживает, ну, на мой взгляд, все-таки порицание, то есть, с одной стороны, конечно, на А6 конь стоит неплохо, а с другой стороны, ну, как неплохо, логика в этой позиции определенная есть, но с другой стороны, стандартный маневр через перевозы через Д7 на Ф8, более естественно, естественно, маневр, но все-таки, может быть, чуточку лучше белые стоят, но не знаю. Конь А6 сыграл длинный лежень, короче говоря, последовало конь Ж3, ферзь С7, потому что, ну, отводить коня через С7, дальше-то что? Конь А6 другие функции выполняет, другие идеи у него, ну, вот, просто он не загораживает дорогу слону, ну, черную водит ферзя на поле С7, сразу на Ф5 особого смысла прыгать нет, черные возьмут на Ф5, и у них будет все нормально, пешка Е может пойти вперед, давайте прикину, кстати, вот мне как-то заинтересовал этот ход, все ли так, конечно, с аналогичным маневром были нехорошие воспоминания, связанные у Яна Непомнящего, вот, размен такого рода, изменение структуры такого рода, ну, просто у черных появляется время на то, чтобы перегруппироваться, можно ли сыграть, например, конь Д2, если конь Х2, то черные ведут своего коня через Б8, и у них хорошо все, а если вот сюда, комбинация идет какая-то, ну, просто Е3, вот здесь что, и начали атаковать эту пешку, то есть, делаем ставку на хорошее расположение своих фигур, там, как-то вот так, отвели слона, и без пешки играем, имея инициативу, то есть, конь через С5 переходит на Е4 неминуемо, никак белые не смогут осуществить продвижение Е3, Е4, они просто не успеют, пешка Е3 связана, если увести короля, то после конь С5, конь попадет на Е4, и у черных будет хорошо, то есть, это к вопросу о коне в 5 сразу, белые могли сыграть конь Х4, и тогда лучшее возражение для черных, отвод ладьи с Д8, вообще, зачем черная ладья встала на Д8, до конца мне непонятно, но слон Е3, отвели назад, в оборону, так сказать, загодя, чтобы не было коней в 5, коней в 5, на это черные могут сыграть король Х7, а потом, Ж7, Ж6, вытеснить белого коня, и белые ничего особенно не добиваются, хотя там, вокруг пешки Ф7, какое-то напряжение может возникнуть, но, в конце концов, черные слон Е6 могут ответить на ферзь Б3, при ладье на Е8, при пешке на Ж6, коне при Ж6, конечно, угрозы какие-то, но удары, но при короле Х7 и Ж6, все нормально, у черных, короче говоря, здесь вот этот момент, когда Ян задумался, вот в этот момент, впервые Ян задумался, не то, что надолго, но потратил какое-то число минут, не помню, какое конкретно, чтобы принять решение, играть конь Х4, играть как-то еще, и решил отвести слона на поле А2, ну, что не хуже и не лучше, на мой взгляд, других ходов, возможная альтернатива, ответ черных Б7, Б5, они пользуются тем, что дали возможность так сыграть, ну, Ян с этим, конечно, считался, он сыграл ФЕ2, атакует ферзь пешку Б5, и черные должны были сыграть слона Ф8, вот такой странный маневр, то есть слона Ф8 вообще необходимое звено в плане защитителям, а может быть, в дальнейшем контратакующим черных, чтобы не опасаться хода кони Ф5, тогда Ж6, но в данном случае, этот ход связан с жертвой пешки, то есть белые могли бы забрать на Б5, что это такое? Черные сыграли бы тогда конь С5, это обоснование тактической идеи с слона Ф8 в контексте хода Б5, сделанного до этого, конь лезет на поле Д3, но если Б4, то есть вот такое резкое возражение, вроде бы, потому что как возразить против хода конь Д3? Ведь у черных есть еще и другая идея, а другая идея это слона Ф6, и просто выиграть белого ферзя, ну, это не хухры-бухры, отступаешь ферзь, ну, и сам слона Ф6, и конь Д3 сразу, это делать не хочется, то есть, короче говоря, б4 ход идейный, тогда конь Д3, ладья Ф1, слона Ф6, и у черных все хорошо, потому что в варианте ферзь бьет А5, черные отвечают, ферзь бьет С3, ну, опять же, у черных не лучше, вот здесь белые могут сыграть слон Д2, черные отступают на С6, это позиционные жертвы пешки, все-таки хода бьет со стороны черных, но у них активные фигуры, подвисает пешка на Е4, белый ферзь неуютен, поэтому, лучшее выражение для белых, это, конечно, удивительное дело, это ладья АС1, конь бьет С3, и конь бьет С1, есть тактический удар при ферзь на С6, вот такой вот, с идеей конь бьет Е5, если король возьмет на Е7, поэтому надо отступать, белые получают две пешки за качество, поэтому позиции неясные, примерно равные, хотя, опять же, очень сложные, ферзь Б7, ну, белые могут сыграть конь бьет Е5, черные берут на Д2, ну, и в этом варианте ход Б5 дает ничью белым, белые уже не сильнейшая страна, то есть идея что? идея дать вечный шаг по полям же 6 Ф8, одна из идей, во всяком случае, если взять вот сюда вот, тогда ферзь бьет Д2, это понятно, висит ладья, а если сыграть ладья бьет Ф2, такое нанести удар, это сильнее, тогда король бьет Ф2 играется, потому что в случае БА, вот в случае БА, черные могут сыграть ферзь Б2 и перейти почти в решающую контратаку, опять же, не буду вам дурить голову, то есть ход слона Ф8 был возможен, он был связан с уймой, с расчетом уйма вариантов, но Дин Лежень, не очень долго думая, отказался от попыток, что-то такое здесь придумать хитрое, он сыграл ладья Б8, защищая пешку стоящего на поле Б5, конь Х4 теперь реализует Ян, в идеальной для себя редакции, идею перевода на Ф5, слон Ф8 играется здесь, но теперь ферзь Ф3, черные запаздывают, Г6 сыграть нельзя, конь подвисает, уводить коня нельзя, там на Ф7 слабости какие-то, и уроза слон бьет А6. Ответ черных БА, так поступил Дин Лежень, и Ян не очень долго задумался, вот я сейчас посмотрел хронометраж, в отличие от предыдущих партий, когда иногда я как-то так вот, сразу после окончания партии, комментировал ее, и просто не удосуживался, не было возможности технически посмотреть хронометраж, вот, а тут я посмотрел хронометраж, и вот у белых наряду с ходом слон бьет А6, естественнейшим, который сделал Ян Непомничий, была возможность сыграть конь Ж6, с идеей разменять черного слона, получить преимущество у слонов, и сохраняется основная масса идей со стороны белых. Но черные тогда, скорее всего, сыграли бы слон Д6, увели бы слона, и лучше, чем конь Х4, ничего особенно не видно. Теперь что? Ну, теперь, конечно, можно сыграть слон Ф8, повторяя позицию, можно сыграть конь Х7, это все-таки получше для черных, чем то, что получается после слон бьет А6. То есть, если бы они сыграли здесь черные слоны Ф8, и пропустили слон Х6, это было бы немножко не то для черных, здесь у белых все-таки получше. Но Ян не дает, не предоставляет сопернику такой возможности, он сразу вместо конь Ж6 бьет на А6, это, безусловно, на мой взгляд, правильное решение, если чуть-чуть пошевелить мозгами, и ответ черных конь С5, то есть, пешку белые забрали, вроде важную пешку и так далее. Здесь Ян опять на ней немножко задумался, и сделал ход не слон Ж5, а конь Ж6. То есть, вот идея, видимо, хода конь Ж6 у него, так сказать, была где-то в голове, все время витала в воздухе, и с рон Ж5 можно было сыграть. Что такое с рон Ж5 в данной ситуации? Ну, важно отметить, вот черные сыграли конь С5, не взяли на В2. Зачем? Чтобы вторгнуться на Д3. Идея взять вторжение на Д3 конем или ладьей, в зависимости от ситуации. Вот после с рон Ж5 можно сыграть ладья Д3, причем пешка Б2 все равно висит, и вроде никуда не уйдет. Ну, можно, правда, Ферзь Е2 сыграть, защитить пешку Ферзьем. И тогда черные играют конь Ж7, атакуя белого слона, и после с рон Е3 сыграть ладья Б3. Вот такая идея была у черных. Ферзь Б3, ладья Б2, и оказывается, что позиция очень неясная. То есть, у черных не так плохо, извиняюсь в такую формулировку, как может показаться на первый взгляд. Качество отдали, но сильного, оба белых слона сильные, но сильного чернопольного слона, белых черные, разменяли, а у черных остался очень важный чернопольный слон, который по диагонали С5, Ф2 может действовать на нервы белым, кроме того, висит слон на А2, если белые уводят ладью с поля А1. Ну, вроде как, к ладья Е2 можно предложить размен ладей таким образом. У черных располагает возможность у ладья Б3 подставить второе качество, предложить жертву второго качества, и оказывается, если взять на Б3, взять и взять, а там сыграть с корнем С4, А4, то две связанные проходные, при том, что у черных остались все очень хорошие фигуры. Прекрасные фигуры у черных, несмотря на суставы и двух качеств. Кстати, вот чисто формально, что это такое, у черных 6 пешек, у белых 5, то есть два качества за одну пешку пожертвованы. Но пешки очень сильны черных, и у них преимущество, у них лучше, у черных, а не у белых в этой позиции. А если не брать на Б3, тогда, Конь Ф3, например, сразу, тогда можно сыграть слон Е6, нагнетая, так сказать, давление, делая естественные ходы, провоцируя на слон Б3 по-прежнему, и у черных здесь, может быть, все-таки похуже после хода ладья АД1. Ну, вот интересная такая игра, то есть черные могут сыграть ладья А3 здесь, конь Е3, потом слон С5, опять же, выходит, выскакивают черные фигуры, слон С5, идея, ну, Беркс может быть здесь все-таки лучше, скорее всего, лучше. То есть ход слон Ж5, видимо, объективно, был сильнейшим в позиции, а тот ход, который сделал Ян Непомнящий, ход конь Ж6 и таковым не является. Ход, однако, идейный, то есть атакован слон, белые хотят поменять этого слона на своего коня, отвести слона Ж5 и приступить к реализации своего небольшого настойкого преимущества. Ну, ладья Б2, однако, о пешке Б2 бы как-то начали забывать, взяли эту пешку, конь бьет Ф8, белые реализуют первую часть своего замысла, играют слон Ж5, чтобы отбросить в начале коня с поля Ф6, активные позиции, и лишь затем отступить на С1, не сразу, а после отгона коня с Ф6 на Н7. Теперь черные могли сыграть ладья С2 и, видимо, получали примерно равную игру. Вот такой интересный маневр. Вообще бы хитрость. Ферзь Д1, лучший ход. Ну, самый принципиальный, чтобы как-то подействовать ладья на нервы, скажем, слон Б1, что это такое? Можно играть слон Б1 или нет? Вот такой внешний заманчивый ход. Тогда ладья бьет С1, взятие-взятие и конь Б3. То есть вся игра черных держится на вилочках, таких вот коневых вилочках в разных редакциях. А если ферзь Д1, то аналогичная идея в немножко другой редакции. То есть можно сыграть и ладья бьет С1 и конь, и ладья Д8. Вот так вот можно сыграть на самом деле. Потому что если здесь ферзь бьет С1, то конь Д3. Вот такой удар. И черные отыгрывают материал. Ладья С1, ладья Д8, ферзь уходит, конь Д3. И опять же позиция равная. То есть вот за счет таких моментов. Можно сказать, что ладья бьет С3 тоже не проигрывает. Но судя по всем, ладья бьет С1 принципиальные, ну, идейные. Вот здесь что получается? На всякий случай. Скорее всего, белые должны играть не слон Б2, потому что вот эта позиция у черных хороша. Висит слон, грозят открытые шахи, и белые стоят похуже. А после ладья Е3, взятие-взятие, черные играют конь Б3. Ну, белые должны, видимо, взять на Б3, отобрать материал. Следует слон Е6, и позиция просто ничья. У черных не две лишние пешки на ферзьем фланге, а только одна в результате, потому что пешку ваш белый слон взял. У черных три пешки осталось на фланге. Ну, и здесь вот, ну, легко поверить, что одну пешку белые отбирают, а черные после этого устраивают крепость. Получается, ничья, тем более что разосветные слоны. Вот. Но не ладья С2 сыграл Дин Лежень, отступил на Б5. С одной стороны, естественно, с другой стороны, но не пошел в обмен ударами Дин. Видимо, ладья С2 был сильнейший ход. Здесь у белых снова получше после хода слона 3. Итак, заметно получше, давление С1 есть, с коней связан, два слона работают. Слона 3 надежно блокирует пешки на фланге. При этом белые там, в случае вторжения на Б3, могут коня не сразу, а постепенно. Просто играть при этом коне как ни в чем не бывало, поскольку слон на 3 неуязвим. У черных нет чернокольного слона и нет фигуры, которая может как-то поддействовать на этого слона, его атаковать и так далее. А слон великолепный блокер и работает по важной диагонали. Ну вот, ладья Е8. Слон С4 играет Ян. У него, по ощущению, перевес. Но вот, может быть, это все обманчивое отчасти впечатление. Теперь у белых было три хода, которые заслужили внимание. Ход слон Е6, который сделал Ян, и который, на мой взгляд, все-таки расплескивает значительную часть преимущества. Взятие качества. И вот переход к такой позиции и у белых все-таки получше. Полной компенсации за качество нет, хотя сложная игра. И еще одна, так сказать, альтернатива. А именно ход ФЕ2. Ну, скорее всего, черные сыграли бы ФБ6. Меняться сразу не хочется. Ладью В5 защитили в том смысле, что после слона В5 СБ не выигрывается еще и пешка. Скажем, Конь Ф5 с идеями какими-то, с приставаниями, с идеями вторжения на Д6 и что-то такое в контексте ФЖ4 может вокруг пункта ФЖ7 произойти. Но слон бьет С4, можно сыграть. Белые, разумеется, должны взять. Черные играют в ладья Д8. И оказывается, что эта позиция у белых получше. Но опять же, вот получше у белых позиции. Вот сюда вот белым, наверное, стоило, ну, может быть, стоило пойти и мучить соперника. Это к вопросу о уходе в ФЕ2. Может быть, он вообще сильнейших позиций. Ну, я не знаю, так сказать, в чужая душа потемки, о чем думал Ян, как он взвешивал свои приоритеты. То есть, приоритеты какие? С одной стороны, поиграть на выигры, с другой стороны, избегать ненужного риска. Вот С4 опять с каким-то риском был связан. Вот ФЕ2, на мой взгляд, с каким-то риском не связан. Но он решил взять на И6 такой редакции. И эта позиция уже ближе к равенству. То есть, у белых все равно получше, но ФЕ2 стоит хуже здесь вот с точки зрения вот данного характера борьбы, данной структуры позиции, чем на поле С4. Ж5, ФЦ5, извиняюсь, то есть ФЕ3 не может поддерживать атаку, поскольку атаки уже нет. Вот С5 перекрыли, кстати, диагональ, чтобы можно коня куда угодно было и через Ф8 вести, а может быть через Ф6, а может какой-нибудь Ж5. Ну, в данном случае ладья Б3. То есть, ладья черных занимает активную позицию. Уже видно на глазок, что ничего особенного нет. ФЕ4 перешел на С4 с потерей времени. Следует ФЕ4 с С6, то есть черные перегруппировались, в отличие от той ситуации, которая могла возникнуть при немедленном ФЕ2. Тогда у черных просто не было бы двух важнейших темпов. Ну, С1, Конь Ф6, Ферзь бьет А4, пешку белую отобрали, но это просто предвестник разгрузки. И на самом деле, вот это форсированное, массовое обмен пешками, надо играть ладья А5, поскольку взять она Б4, даст черным две связанные проходные и преимущества, поэтому ладья бьет А5, ладья бьет Е4, удар, удар, ладья атакует черного коня, Конь Д4, ну, правильное решение, потому что упрощение такого рода снимают, главное, что у белых есть какой-то остаточный атакующий потенциал. То есть у коня нет хороших поделений отступления с Е4, но не надо отступать, надо отдать пешку и просто начать делать ничью. Опять же, известно, что коневые окончания, вот смотри, интересный ход конь Ж3, бьет невыгодный за ладья Б3, но конь нашел такое поле, под как он хочет пересесть то ли на А5, то ли через Е2, куда-то на Д4, Ф4. Ладья Б7, Конь Ф5, ах, вот так вообще, то есть смотрите, он готов в день лежения к размена на Ф5, но это ничья, это простая ничья на самом деле, хотя кажется, что как же так ослабляете пешки, ну ладейные и ничейные. Ну, Конь Ж4 играет Ян, даже уклоняется от размена ладей, хотя, ну, понимаете, это уже ничья, но практически шансы при случае могут возникнуть на победу. Вот пытаются эти практические шансы Ян использовать. Не очень интересно то, что происходило дальше, потому что, вот размен на Е8, наконец-то, Конь Е5 вроде бы слабая и пешка, вроде бы поколебали, сдвинули структуру эту черных на себя вперед, вроде бы есть шанс ее атаковать, на самом деле, ну, при хладнокровной защите черных, а один лежение защищался здесь безупречно, выиграть нельзя. Но если Король Ж5, то Конь Е4 шаг и висит пешка на Ф2 теряется, попытка вот провести пешку Аш, таким образом отдав, не забирая на Ф5 пешку, а Королем поддерживая на движении пешки Аш, не проходит, потому что черные играют Конь Х3, если Х5, тогда шаг, ну и дальше отобрали на Х5 и согласились на ничью. А если Король Ф5, тогда Король уже черных приходит на помощь своему коню и тоже ничью делает без особых хлопот. Ну, Конь С6 сыграл Ян, долго маневрировал, маневрировал, испробовал, испытывал соперника, так сказать, на изром, на какую-то надежду, что он допустит какую-то ошибку. Времени, конечно, у Яна было в вагоне маленькой тележки, Лудина поменьше, но все равно достаточно, чтобы не ошибаться. Вот такой ход, бить на Ф4 нельзя после Корольца 2, у Берлах выигранный пешечный. Ну, разумеется, Конь Д4, Конь дает шаг, вперед-назад, ходим-походим. Ну, попытка Яна что-то такое создать, а не здесь. Я показываю партию до конца, хотя, на самом деле, содержательная ее ценность невелика, опять же, в контексте того, что черные не допускают ошибок. А черные не допустили ни одной ошибки, ни одной по марке, защищая это. Объективно ничейная, но все-таки, может быть, чуточку неприятное окончание. Но здесь вот после хода Конь Д4, я, например, жил ничью, 82 хода сделано, ну и действительно, с одной пешкой, которая будет вот-вот уничтожена черным конем, каши не сваришь, ничья абсолютно очевидна. Ну, так закончилась эта партия. Что можно сказать по ее итогам? Ну, то, что чувствуется какое-то горячее дыхание финиша, во-первых. То, что Дин чуть-чуть модифицирует свою дебютную подготовку, свой дебютный выбор при игре черными. Ян вроде бы переиграл соперника на переходе и на выходе из дебюта в Миттельшпиль. Более-менее или почти равная позиция превратилась в позицию с заметным плюсом у белых. Скорее всего, стоило ему сыграть, как я уже указывал, ферзь Е2 вместо размены на Е6. Может быть, взять качество, что было более рискованно, но также давало белым лучшие шансы. Но ферзь Е2 без контр-игры черных давала белым возможность поиграть на выигрыш совершенно серьезно. Ну вот это такая вот единственная, на мой взгляд, достаточно очевидная оплошность про Марко со стороны Яна. Но один, кроме того, что он на выходе из дебюта в Миттельшпиль играл не совсем удачно и попал в неприятную позицию, дальше уже защищался безопречно ничья. Счет стал 4,5 на 3,5. Нет, 5-4. 5-4. 4,5 на 3,5 был раньше, а сейчас 5-4 после 9 партий. До окончания матча осталось 5 поединков. Я надеюсь, не путаю с числительными. 14 минус 9 это 5. Вот у Дина Лежения в оставшихся 5 партиях, если все они будут сыграны, 3 белых цвета, что по данному матчу довольно существенное обстоятельство. Сыграет ли какую-то роль то, что произошла вот эта утечка, ну, псевдоутечка, потому что, опять же, это не кто-то занимался шпионажем и так далее, а просто играли на игровой платформе ЛИЧЕС Дина Лежения с Рихардом Раппоттером, своим тренером, помощником, секундантом, спарринг-партнером и так далее под какими-то никами. В общем, с большой вероятностью, с большой долей вероятности можно утверждать, что эти партии, они действительно были сыграны этими шахматистами и там встречались вот уже примененные и еще не примененные потенциальные какие-то задумки, заначки Дина Лежения. Не знаю, сыграет ли это какую-то роль. Так или иначе, матч проходит интересно. Многие говорят, что как так, как они так грубо ошибаются. Ну, не так грубо они ошибаются. Грубые, грубейшие ошибки после напряженнейшей борьбы, когда вы нашли до этого уйму интереснейших, может быть, единственных решений в сложнейших ситуациях. Ну, ну, что делать? Как футболист в результате дриблинга и великолепной комбинации, вышедшей там один на один с пустыми воротами, просто надо ткнуть было правильно мяч, чтобы он попал в эти ворота, а тут вдруг вот последние движения оказываются неудачные, мяч проходит чуть-чуть выше перекладины. Мимо. Ах, какой! Любой бы забил в этой ситуации, а он, великий мастер, не забил. Ну, так и тут примерно. Ну, что ж, по этому, пожалуй, все на сегодня. Перед тем, как проститься, я по традиции призываю вас ставить лайки, подписываться на наш канал те, кто не сделал этого ранее, ну, и, разумеется, обыгрывать своих соперников, играя с ними в шахматы, как в очном режиме, так и заочно, то есть в сети интернет. А пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»